во-первых я очень рада что вы пришли но я здесь конечно вижу и друзей и родственников кролика но кроме того еще очень много людей которых я не знаю это тоже прекрасно вот и сегодня у нас с вами действительно довольно интересная тема которую я придумала занимаясь подготовкой такой встречи у нас в архангельске с общиной такой с преображенским братством была встреча на святках и на называлась рождество с иосифом бродским и мы занимались тем что в течение двух дней отвлекаясь только на сон еду и короткие прогулки а это все происходило в деревне занесенной снегами в архангельской области в общем все как положено мы читали рождественские стихи бродского у него 21 одну но мне известно рождественское стихотворение и вот мы эти стихи потихонечку как-то слушали и разбирались в них и вот когда я готовилась ко всему этому делу но вы понимаете что двое суток продержаться на стихах это но надо как-то немножко заранее подумать об этом и вот когда про это размышляла и читала разные его интервью и воспоминания о бродском то я увидела что вот эта тема его отношений с христом и христианством а это не одно и то же со христом и с христианством эта тема очень богатая и в каком-то смысле она она может дать какой-то материал к размышлениям и церковным людям и наоборот людям светским которые критически относятся к церкви таких людей очень много я думаю что в эту аудиторию они есть потому что вы простите сейчас я все это выключу выключу вот и и вот что хочу сказать по этому поводу что вот когда ехала к вам сюда я открыла кредо отца александра меня и отец александр он говорит о своем представлении о том что такое христианство и в частности он говорит о том что христианин это человек который открыт ко всей мировой культуре вот если я сейчас найду эту цитатку вот христианин рассматривает все прекрасное творческое доброе как принадлежащее богу как сокровенное действие благодати христовой вот мне очень нравятся эти слова сокровенное действие благодати христовой потому что но если человек является последовательным христианином то он понимает что и благо и красота и истина возможны в мире исключительно при божьем участие не из какого другого источника кроме как от бога истина благо и красота происходить не могут но если это христианин то он так думает если не христианин то он может думать по-разному например что материя как-то она там двигалась и продвинулась до высоких форм поэзии и веры но для христианина очевидно что с участием божьим все прекрасное в мир происходит так вот это самое сокровенное действие благодати божьей которые есть поэзия это какая-то такая штука которой бродский был очень близок потому что у него были достаточно далекие отношения с институциональным христианством но когда его спрашивали о том как вот кто вы там по вероисповеданию он говорил я кальвинист но на самом деле он точно также не переступал порога кальвинистских молельных домов как не бывал и в других храмах но он имел в виду некоторую суровость и строгость нравственных требований к самому себе которая вот учением жанна кальвина предполагается но в целом он называл себя заочным христианином и кто такие заочники это люди которые лекции не слушают но экзамены сдают ну или слушают очень мало лекций но потом они приходят на экзамен и отвечают по всей строгости университетского закона так вот он говорит я заочный христианин но правда вот когда я читала всякие воспоминания об родском то есть такой замечательный сборник его подготовила валентина полухина она уже много много лет собирает рассказы о родском людей которые его знали она брала интервью и у иосифа александровича и она всем всем людям задает всегда один и тот же вопрос она спрашивает а каково было отношение бродского к христианству и люди ей даются диаметрально противоположные ответы но в некоторых случаях человек говорит например вот так просто говорит да конечно он был пророк иисуса христа что тут размышлять бродский был пророк иисуса христа а в другом случае человек говорит нет нет у него никакого интереса к христианству не было вообще никогда в эту сторону не поворачивался а полухина спрашивает ну а как же вот он сам говорил а это сюзан зон так она говорит да мало ли что он говорил он много чего говорю и не обязательно все это слушать то есть когда мы подходим к этому вопросу но с какой-то бытовой точки зрения да там кому как показалось как а вот есть фотографии где у него крест на груди но есть такие фотографии но есть и какие-то другие вещи когда он говорит там что ему например ветхий завет ближе нового потом мы тоже этого коснемся почему он так рассказывался то есть когда мы находимся в сфере рассказов о человеке и о поэте бродском то мы попадаем в такой широкий спектр мнений иногда противоречащих друг другу но вот я предлагаю все с этим посмотреть на его стихи и посмотреть на то как он говорит о христе и как он к нему относится потому что самое драгоценное что оставляет человек в мире это его слова ну и тем более если речь идет о поэте они просто там каком-то литераторе средней руки так вот давайте во первых посмотрим на его стихотворение и потом вот мне хотелось бы соотнести ту позицию которая у бродского существует по отношению к христу и к христианству вот с этим концептом анонимного христианства который появился в 20 веке в связи с тем что ну вот с одной стороны кризис веры с другой стороны сопровождался ее невероятным обновлением и утверждением христианских начал жизни и мысли в средах далеких от христианских церковных общин то есть в двадцатом веке создалась такая удивительная ситуация когда очень многие люди живут христианской жизнью но при этом не принадлежат никакому сообществу и вот что нам с этим делать вот как нам к этому отнестись мне кажется что об этом есть смысл поговорить в связи с бродским но прежде всего я бы хотела вспомнить стихотворение с которого начинается вот эта христианская тема это стихи на рождество 63 64 года по-видимому в 1963 году он прочел впервые библию и сам бродский неоднократно в своих интервью говорит о том что прежде чем ознакомиться с библией он прочел книги индуистской и буддистской традиции там хагалат-гиту и всякое такое и на него это произвело очень большое впечатление и он говорит о том но вот в одном из интервью он сравнивает хагалат-гиту как раз и вот тот образ метафизической реальности которые есть в индуизме он сравнивает это с огромными прекрасными горами он говорит это было как такие гималайи духовно это было огромное прекрасно и по сравнению с этим это его слова ландшафт ветхого и нового завета выглядит гораздо скромнее но я говорит он сделал выбор в сторону христианство или если угодно и удел христианство потому что он не разделял традицию ветхозаветную и новозаветную то есть сделал выбор в сторону христа и лев лосев один из друзей бродского он написал в своей книжке о бродском что он любил христа но не поклонялся ему и это слова которые на первый взгляд могут вызвать некоторое смущение потому что как-то он не поклоняются ну там все нормальные люди поклоняются а он не поклоняется что это такое вообще но если мы посмотрим на евангельского христа если мы вот просто почитаем чего хочет бог от нас то мы увидим что милости хочу они жертвы но иначе говоря любовь предпочтительнее для для господа чем культ ему воздаваемый он не создавал культа никакого вокруг себя но он пытался создать общину учеников которые будут находиться с ним в личных отношениях в отношениях любви доверия верности и так далее так далее и вот когда бродский читает о христе впервые на него это производит такое впечатление что он всю жизнь старается к рождеству писать какой-то стишок и иногда ему это не удавалось но часто удавалось и уже в конце жизни он но с некоторым даже юмором по отношению к ситуации рассказывает про то что русские друзья ему приносят вести о том как происходит празднование рождества в россии в начале 90-х и но мне всегда очень забавно потому что мои дети тоже участвовали в таких празднованиях рождества в россии в начале 90-х что делали люди они в это время ставили елку устраивали какие-то чтения стихов да что это такое и и в этих чтениях обязательно что читалось стихи пастернака рождественская звезда и сейчас я постараюсь его выключить вовсе и стихи бродского из рождественского цикла и он про это говорит с одной стороны так ну довольно иронично да потому что вот ходят люди там с хоругвями и читают его стишки он к этому относился с некоторой долей юмора но в то же время но видно что ему радостно что это так и что это приятно и когда у него спрашивали а почему вы пишете рождественские стихи то он говорил что ну а как не праздновать день рождения бога человека который отдал жизнь за нас то есть у него есть некоторое представление такое метафизическое о том что дару должна соответствовать благодарность господь родился для того чтобы отдать жизнь за нас там принес себя нам в дар и мы на это можем ответить только некоторыми дарами а богу что от нас нужно только наше сердце и вот наше слово да которая из этого сердца исходит в общем он старался как-то возблагодарить господа за его великие дары и сама по себе вот эта энергия благодарственная она конечно глубоко христианская потому что в центре христианской жизни находится таинство евхаристии таинство благодарения да и для нас это модус такой образ наших отношений с богом принятие бесконечных даров божьих и благодарность как державин когда-то сказал в твоей лишь разности теряться и благодарны слезы лить вот лить благодарные слезы это то чем державин заканчивает оду бог это лучшее приношение человека богу и бродский пытается именно это сделать и вот я хочу вам прочесть первые стихи из рождественского цикла которые он как правило не включал в свои собрания вообще был очень критически настроен по отношению к ранним стихотворениям и есть книжечка такая рождественские стихи бродского которую авторизовал это при его жизни было составлено он туда не включает это стихотворение но я все равно вам прочитаю потому что это такая исходная точка из которой потом развернется все дальнейшее спаситель родился в лютую стужу в пустыне плали пастушьи костры буран бушевал и выматывал душу из бедных царей доставлявших дары верблюды вздымали лохматые ноги выл ветер звезда пламенея в ночи смотрела как трех караванов дороги сходились к пещере христа как лучи и и в это же время чуть позже несколькими там днями неделями позже он пишет второй стих волхвы пришли видите они соотносятся как две половинки такого диптиха да вот они идут вот они пришли волхвы пришли младенец крепко спал звезда светила ярко с небосвода холодный ветер снег в сугроб сгребал шуршал песок костер трещал у входа дым шел свечой огонь велся крючком и тени становились то короче то вдруг длинней никто не знал кругом что жизнь и счет начнется с этой ночи волхвы пришли младенец крепко спал крутые своды ясли окружали кружился снег клубился белый пар лежал младенец и дары лежали ну вот я вам сначала может быть скажу о том что я считаю важным в этих стихах а потом скажу на каком фоне они были написаны бродский однажды сказал в интервью петру вайлю таком интересную человеку литератору он сказал что он очень любит рождественскую звезду пастернака но у него несколько другое нежели у пастернака представление о движении потому что у пастернака рождество христова это такая точка ну как бы взрыва культурного откуда во все стороны распространяется жизненная сила и она приводит в мир невероятные прекрасные вещи там все будущее галереи музеев все шалости фей все дела чародеев все яблоки все золотые шары то есть все елки на свете там все сны детворы все что есть хорошего да по пастернаку она как бы выплескивается вот из этого сильного центра где находится младенец а у броского движения центра стремительная у него все стягивается к этой пещере потому что я думаю они писали эти стихи в разных ну каких-то точках своей жизни потому что для пастернака вот эти стихотворения из романа это некоторое завершение венец его философии и его пути жизненного и он в это время уже вполне утвержденный христианин у него нет никаких сомнений бродский пишет свой стих в 23 года когда он только что прочитал впервые священное писание и вообще он любил этих волхвов вот у него пожалуй любимейшие персонажи из тех кто окружает святое семейство это волхвы которые идут себе вот через пустыню и мы видим такую геометрию мира когда есть пещера с младенцем с неба на нее смотрит звезда и к этой пещере стягиваются как лучи как лучи света вот эти самые трех караванов дороги то есть мне кажется что в этом чувствуется и это для нас как-то вполне внятно что человек не знает результата но ему очень важно выйти в этот путь вот двинуться к этой пещере приблизиться к ней решиться на это и второе стихотворение про то как волхвы пришли младенец крепко спал вот заметьте что первое слово которое он произносит в своей поэзии о христе это слово спаситель и он потом еще несколько раз назовет его этим именем и обратиться к нему прямо в лагуне например чтобы нас насытил предок хордовый твой спаситель зимней ночью в сырой стране он видит рыбу в венеции а вспоминает про господа и говорит что спаситель пусть рыба насытит нас также как ты насыщаешь церковь но вот про что про то что младенец да сначала он говорит спаситель потом младенец лежала младенец и дары лежали вот есть некоторое ощущение такого великого покоя который наступает когда человек совершил этот путь подобные лучу звезды да и добрался до этой самой точки но стихия с моей точки зрения совершенно прекрасные я бы включила их в любое собрание русской поэзии потому что здесь есть во-первых невероятная лаконичность такая экономия художественных средств это очень прозрачный такой прям вот по-пушкинский прозрачный русский язык который своей точностью достигает эффекта созерцательного ведь мы понимаем что бывают ситуации когда очень много тумана эпитетов такой прям вот джунгли такие метафорические вырастают но за этим может скрываться некоторая неопределенность видение что очень свойственно поэзии когда человек интуитивно вот на уровне творческого чувства знает о каких-то реальностях но у него нет имен для этих реальностей ему очень трудно их назвать он все называет вот в этих ранних стихах так как будто он описывает ну какую-то не знаю картинку которая лежит у него на коленях или на ладони да вот как можно было бы описывать рождественский вертеп на который ты смотришь там сверху с высоты человеческого размера и это удивительно это прекрасно потому что это и есть созерцание такое прямое видение божественных реальностей вот уже в поздние годы бродский скажет о том что какая у него есть претензия к религиозной поэзии но вот когда наступило уже там время переставления тройки восьмидесятые вот все кому не лень стали писать стихи религиозные и он говорил тогда по этому поводу он говорил что когда-то в юности ну не в юности в молодости он услышал слова от замечательного поэта уистона одана одан ему сказал хорошо было иосиф и аганну себастьяну баху потому что в то время если он хотел написать что-то во славу творца он просто брал писал мессу но в наше время мы так поступать не можем и для того чтобы прославить творца нам нужно идти окольным путем и воспевая творение прославлять творца то есть бродскому иногда виделось вот в этой религиозной поэзии некоторое ну такое метафизическое бесстыдство когда человек очень много рассказывает о своих чувствах о своих переживаниях и тогда получается такая ну типа книжка я и христос вот я такой духовный столько у меня всяких мыслей по поводу бога и так я это все тонко переживаю и так это у меня сложно ну типа моя жизнь вот моя жизнь во христе да хотя есть такая книга она очень хорошая но ее все-таки другой человек написал а у нас так не получится у нас то так не получится и бродский говорит о том что невозможно занимаясь религиозной поэзией но вообще прикасаясь какой-то христианской теме смотреть на самого себя потому что тогда получается какое-то слезливое такое безобразие слишком много чувств и и эти чувства как бы они хороши может быть они даже и прекрасны но эти чувства испытывает каждый первый то есть поэзия существует для того чтобы расширять мир и но вот как сказал один философ литература поэзия это приращение бытия я не не хочу читать стихи для того чтобы снова и снова увидеть себя вот в этом зеркале зачем это же скучно мы уже видели свое лицо тысячу раз и ничего новенького нам не покажет но покажите мне что-то новое вот такое чего мое сердце никогда не знала а когда узнает то опознает его как родное да то есть бродский сознательно уходит от описания каких-то религиозных переживаний он вообще был очень скромный человек но несмотря на то что некоторые говорили что он мог вести себя слишком слишком резко и иногда говорил людям то что они думают о них думает и бывал невежлив и все такое прочее но но по какому-то самому большому счету он ведь не не демонстрировал себя никогда и вот мне очень нравится его слова он говорит о том что все бедствия в мире начинаются тогда когда кто-то говорит я лучше других и вот это это чистая правда как только кому-то на секунду показалось что лучше других это уже все тогда все рушится вокруг так вот поскольку он не считает себя лучше других не видит в себе никакого такого философы и и тем паче богослова то он в этом стихотворении превращается в такое чистое зрение но это просто глаз который рассказывает нам вот про эту сцену рождества христова и это это чистое зрение а тогда это и настоящее умозрение да и настоящее богословие и вот чтобы нам открылась истинная цена вот этих простых очень трезвых очень лаконичных таких прозрачных слов я вам скажу когда это сочинялось это был конец 63 начала 64 года когда уже шла подготовка к вот этой компании по обвинению в тунеядстве суду его уже вызывали там в разные места с ним уже беседовали ответственные работники и когда ахматова и ну там другие друзья бродского поняли что сгущаются тучи они придумали такой хитрый план отправить его ненадолго в психиатрическую больницу потому что у них в москве были друзья очень хорошие доктора в больнице на канадчиковой даче и они решили что вот он там полежит немножко ему дадут справку что у него есть некоторые расстройства но и тогда это поможет ему избежать трудностей на самом деле это создало потом дополнительные трудности потому что его отправили после суда еще на три недели в больницу на пряжке а там вот ему действительно было очень плохо он считал что это самое ужасное время в его жизни эти три недели когда его одну просто действительно мучили там всячески так вот значит человек гоним по-настоящему но уже как-то понятно что будет он сидит в психиатрической лечебнице там встречает новый год на канадчиковой даче и на фоне всего этого еще происходит как он говорил бэнс с любимой женщиной потому что он узнает что она встречала новый год с другим человеком и ему от этого становится так горько что он говорит что но вот эта история с мариной она спасла его от всего остального потому что страдание от ну такой ускользающей любви да оно было настолько сильным что все прочее оно шло уже таки в таком фоновом режиме ему было не очень страшно так вот когда я думаю об этом я понимаю что эти стихи они еще более драгоценны потому что я понимаю что сидит человек в каком-нибудь скиту на краю леса в тишине или там на горе и вот он созерцает дали небесные и пишет евангельские стихи вот это я понимаю но когда человеку все время жизнь там то бьет то трясет то то он в какой-нибудь больнице то он мучается от ревности и и и и злости и в это время у него рождаются вот такое стихотворение это означает только одно что для него это очень серьезно ну что вот эта история про его отношение ко христу она гораздо серьезнее чем все остальные возможные жизненные обстоятельства потому что он как бы как но не знаю вот как игла такая пронзает все что с ним происходит и оказывается вот на той глубине созерцания это вот первое что есть у человека некоторое представление о том что это важно и спасительно и не то чтобы ему кто-то объяснил что знаешь вот молиться богу важно и спасительно но он это почувствовал и вот эти слова лосева до которые я вам уже упоминала он любил христа но не поклонялся ему они действительно отражают какой-то образ отношений очень редко невероятно редко бродский прямо обращается к ко христу но всякий раз это какие-то потрясающие слова но вот это из раннего сравнительно раннего стихотворения 71 год у него есть такие коротенькие стишки объединенные в цикл литовский дивертисмент после путешествия во время путешествия в литву он их пишет сверни с проезжей части в полу слепой проулок и войдя в костел пустой об эту пору сядь на скамью и погодя в ушную раковину бога закрытую для шума дня шепни всего четыре слога прости меня вот эта история про то что побудь в пустом храме и прямо в на ухо господу богу шепни простые слова эта история она же очень хороша потому что ровно такую же историю рассказывает бернанос в одном из своих романов он говорит что но этот роман про сельского священника и этот кюре про этого прихода в в провинции французской он замечает что очень часто в пустой церкви сидит один старый крестьянин и он не молится не совершает никаких телодвижений там поклонов ничего просто сидит на скамеечке молча довольно долго и он потом спрашивает у этого человека что это вы собственно делаете здесь крестьянин ему отвечает что я смотрю на него и показывает на изображение господа а он на меня и нам хорошо и эта история замечательная бродский вряд ли ее знал думаю что не знал с какого бы ему перепугу узнать бернаноса который тогда еще не был по моему даже переведен но он это очень точно воспроизводит вот быть рядом с богом перед ним но в полной простоте и и таком одиночестве еще одна история про то как он пишет стихи под названием натюрморт он их написал в тот момент когда у него нашли там какую-то опухоль ком но и было непонятно какая она то ли это очень страшно то ли совсем не страшно а это конечно такой момент но если у кого-то бывали такие в жизни ситуации когда вам говорят что ждите результатов анализов вот пока вы эти 10 дней ждете результатов анализов тут с вами происходит много интересного потому что вы начинаете понимать что такое жизнь что в ней ценно что не ценно там что вы хотите делать а чего не будете делать никогда и так далее и вот в этой ситуации ожидая результатов медицинского исследования он пишет стихи натюрморт натюрморт то есть мертвая природа это такой страшный экзерсис по части переживания себя как холодного мертвого тела оставленного душой беспощадное такое духовное упражнение я бы сказала и стихи действительно страшны по-настоящему поэтому я даже не буду их вам читать целиком но я только прочитаю 9 фрагмент и 10 последний вот чтобы было видно до какого предела доходит этот ужас и как он потом разрешается вещь коричневый цвет вещи чей контур стерт сумерки больше нет ничего натюрморт смерть придет и найдет тело чья гладь визит смерти точно приход женщины отразит это абсурд вранье череп скелет коса смерть придет у нее будут твои глаза и вот после этого последнее ну то есть смерть придет и у нее будут твои глаза и и последнее мать говорит христу ты мой сын или мой бог ты прибит к кресту как я пойду домой как ступлю на порог не поняв не решив ты мой сын или бог то есть мертв или жив он говорит в ответ мертвый или живой разницы жену нет сын или бог я твой и но здесь можно много говорить про этот стишок потому что во первых здесь есть некоторая перекличка с ахматовой без сомнения потому что у нее тоже есть пьета такая в реквиеме здесь можно поговорить еще и о том как как тонко и как точно он понимает божью матерь но у него есть ретенье конечно чудесная про богородицу но ведь мы с вами знаем что когда мария встречает ангела она задает ему вопрос сначала как это будет что я рожу сына когда я бога не знаю то есть мужа не знаю да простить то есть речь идет о чем о том что вот в евангелии есть очень краткое но мне кажется достаточно и упоминание о том что мария это человек который очень много замечает думает и задает вопрос потому что только человек очень храбрый может задавать вопросы ангелу который пришел и говорит так бог тебе велел то-то и сё-то и она вдруг начинает интересоваться подробностями то есть это прекрасно и вот здесь то же самое потому что момент оплакивания предстояние марии христу бродский понимает и это вполне евангельское такое созерцание как момент самого великого сомнения в жизни божьей матери ты мой сын или мой бог то есть мертв или жив между прочим если мы посмотрим внимательно на песнопение страстной недели то мы там увидим тоже этот мотив оплакивания пресвятой богородицы и христа и как бога и как человека и как сына до которого она теряет навсегда то есть там есть вот это переживание человеческой смертности и надежда на божественное бессмертие так вот помимо того что это очень евангельская стихотвореница меня конечно невероятно вдохновляет вот этот финал когда он дает ей ответ тоже в таком евангельском духе потому что господь не не всегда дает прямые ответы помните как иван предтеча из тюрьмы шлет учеников спросить кто ты и господь ему говорит мертвые воскресают и хромые ходят слепые прозревают и косноязычные обретают речь а больше ничего вам не скажу то есть он дает не прямой ответ а он дает ответ такой требующий соучастия того кто получает этот ответ и вот здесь ответ христа совершенно прекрасен он говорит в ответ мертвый или живой разницы жену нет сын или бог я твой это же для человека ну догматически мыслящего этот ответ может показаться дерзостью потому что как это нет разницы нет уж вот у нас написано в символе веры что христос то бог и будем в это верить до конца мы конечно будем это верить до конца но при этом хорошо быть честным перед собой и согласитесь что когда мы встречаемся со страданием в каких-то его предельных формах со смертью близкого человека или там с ну с какой-то мучительной и неизлечимой болезнью то мы всегда находимся вот на этом пределе господи ты ну ты жив ты со мной ты можешь мне ведь свою милость или же я останусь один то есть этот вопрос мертвый или живой это вопрос вопрос о воскресении если есть воскресение то я воскресну вместе с ним и верить в это трудно когда стоишь над гробом чьим-то то конечно ты читаешь слова евангельские и они тебя утешают но видение смерти оно настолько очевидно что ну как-то слишком легкомысленно было бы сказать а он скоро все равно воскреснет да и мы тоже то есть не так просто не так просто жить жизнь как как хотелось бы и вот он говорит разницы никакой нет сын или бог я твой то есть я в этом вижу какое-то тоже безграничное доверие и очень личные отношения потому что я не знаю является ли тот кого я люблю там сыном божьим и богом или же сыном человеческим но если между нами уже существуют какие-то отношения то то этого достаточно то есть получается что здесь вот сама сама ситуация живых и подлинных отношений с христом гораздо больше чем сумма теологии какая-то то есть реальность христа как как того кто участвует в жизни человека говорящего вот этого человека она гораздо важнее чем ну некоторые усвоенные богословские о нем истины и вот еще одно стихотворение я бы хотел предложить может быть и не одно у нас есть время это вот тот один из немногих случаев когда бродский прямо обращается господу богу это последнее 12 из римских элегий это стихи 81 года ну и понятное дело про рим и красоту рима причем рим он там представлен и как пространство истории где много много слоев красоты отложилось как такие пласты морского дна да но рим это еще и место живой красоты это люди это прохожие это свет который льется с неба и так далее так далее рим это место где человек думает о смерти это место где он пишет стихи и думает о бессмертии и это такой сложный очень цикл очень богатый содержаниями всяческими и вот все это прекрасное дело заканчивается вот такой элегии наклонись я шепну тебе на ухо что-то я благодарен за все за куриный хрящик и за стрекот ножниц уже краящих мне пустоту раз она твоя ничего что черна ничего что в ней в ней ни руки ни лица ни его овала чем незримей вещь тем она верней что она когда-то существовала на земле и тем больше она везде ты был первым с кем это случилось правда только то и держится на гвозде что не делится без остатка на два я был в риме был залит светом так как только может мечтать о обломок на сетчатке моей золотой пятак хватит на всю длину потемок вот это тоже такая тема по поводу красоты ну кто был время тот помнит что это такое место где действительно красота вот как как солнечный свет все наполняет все и действительно когда человек видит красоту то это очень сильный аргумент аргумент в пользу бытия божия вообще надо сказать что богословие двадцатого века очень часто строит ты у децею оправдание бога от красоты потому что если мы начнем ну как-то поучать мир то уже нам скажут спасибо мы слышали и и после двух тысячелетий христианство у нас случилось две мировые войны а поэтому в другой раз то есть мы не можем выступать как учителя человечества не было не получится да и вообще если послушать данте алигерий и других каких-нибудь мыслящих людей то они держались того мнения что и напрасно мы встали на эту на эту ступеньку учительскую церковь призванная нести любовь божью они быть воспитательницей это закон дит водитель ко христу а христос это любовь так вот невозможно нам кого-то научить но вот этот аргумент от красоты он по-прежнему является сильным потому что когда мы видим мир и его совершенство его вот сегодня когда мы с вами видели вот это небо вечерние да уже начинается весна такие долгие сумерки такой-то закат неимоверный то я не могу представить себе что это просто слепая игра материальных сил но это кто-то сочинил такое а уж если мы смотрим на живое существо но для бродского живое существо номер один это был кот он очень любил котов его кот ося после его отъезда еще прожил много-много лет он умер после смерти мамы иосифа александровича марии моисеевны и у него всегда были коты в нью-йорке и и в общем есть даже такая трогательная фотография кот бродского на 40 день после его смерти в кресле такой скорбящий кот очень грустный как будто вот он действительно прощается со своим любимым человеком так вот бродский он говорил что созерцание животного кошки кота приводит его к мысли о том что вот это совершенство потому что во всех положениях но люди иногда бывают нелепыми смешными когда как-то там изогнувшись чего-то такое за шнуровывают или не знаю отмывают а кот всегда хорош даже тогда когда он задрав ногу там моет у себя под хвостом он все равно прекрасен и вот когда мы говорим об этих проявлениях красоты здесь конечно не про кота а здесь именно про вечный город про рим с его красотой которая создавалась веками и тысячелетиями когда мы все это видим мы понимаем что жизнь не бессмысленна ну понятно что там человек смертен и мир полон страданий но вот этот золотой пятак какой-то да вот он ложится действительно куда-то очень глубоко в наш мозг на сетчатку как он говорит и он позволяет бесстрашно думать о грядущей пустоте вот это хороший момент потому что потому что если мы по-детски верим в то что там перешагнул порог и у отца моего обители много стоит там терем теремок на берегу хрустальной реки и там меня встретят папа и мама ну то есть я бы хотела так верить насчет своей посмертной судьбы но не всегда получается потому что мир грозен и и прекрасен и наше сказочное представление вовсе не обязательно может быть господь именно так все устроил но мы не знаем и поэтому ну какое-то самое честное представление о загробном мире это действительно пустота пустота и вот здесь это потрясающе он говорит я благодарен за все наклонись я шепну тебе на ухо что-то я благодарен за все за куриный хрящик и за стрекот ножниц уже краящих мне пустоту раз она твоя то есть вот принять честно принять из рук бога эту пустоту и неизвестность потому что про загробный мир мы не знаем ничего но про христа мы знаем очень много но мы знаем все потому что он открылся нам в таинствах церкви и в евангелии и вот это честное принятие всего включая черную вот эту черноту и почти детское такое удивительное восклицание ты был первым с кем это случилось правда вот господь ушел в эту черноту в этот ад для того чтобы первым проложить нам дорогу но вот это по части пустоты мне бы хотелось немножко эту тему продолжить потому что она мне очень нравится и она как раз такая во во-первых богословская потому что пустота это самые самое верное место для встречи с богом пустота пустыня освобождение от всех химер разума но вот дионисий ариапагит он говорит о том что самое адекватное богословие адекватное предмету то есть богу это апофатическое негативное богословие когда мы говорим что бог это и не то и не то и не это и не другое и мы вступаем вот в тот священный мрак в котором пребывал моисей на высоте синая то есть пустота это очень хорошее и творческое состояние хотя иногда но вот мы боимся пустоты мы боимся оказываться в пустыне мы боимся быть в одиночестве когда я уезжаю куда-нибудь к себе в деревню то всегда найдется добрый человек который скажет как ты там чего так и живешь одна а тебе не скучно нет не скучно потому что там пустота а как только человек попадает в пустоту она сразу насыщается присутствием потому что бог если наш мир наполнен множеством каких-то слов образов картинок вещей не говоря уже про все остальное про еду питье и и и прочее то ему некуда богу туда втиснуться для того чтобы бог мог прийти надо для него освободить пустое место в центре храма иудейского была пустота святое святых это была пустота именно поэтому там действительно бывал господь бог так вот пустота это с одной стороны такая очень христианская штука а с другой стороны это наследие вот этого юношеского увлечения бродского восточными разными философиями и религиями потому что ну будда он тоже говорит в общем о том что есть некоторая творческая пустота потому что изъятие из порядка такого постоянно повторяющегося суетливого мира оно происходит как подъем в пустоту потом уже эта пустота становится вот этим островом нирваны так вот я вам про пустоту хочу прочитать один чудесный стишок который мне очень очень нравится это рождество 1971 года это было последнее рождество которое бродский провел советском союзе а потом же ему пришлось уехать и жить совершенно другой жизнью но вот эти стихи они так вот нашла 24 декабря 1971 года в рождество все немного волхвы в продовольственных слякоти давка из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка грудой свертков навьюченный люд каждый сам себе царь и верблюд сетки сумки авоськи кульки шапки галстуки сбитые набок запах водки хвои и трески мандаринов корицы и яблок хаос лиц и не видно тропы в вифлеем из-за снежной крупы и разносчики скромных даров в транспорт прыгают ломятся в двери исчезают в провалах дворов даже зная что пусто в пещере ни животных не яслей не той над которую нимб золотая пустота но при мысли о ней видишь вдруг как бы свет ниоткуда знал бы ирод что чем он сильней тем верней неизбежнее чудо постоянство такого родства основной механизм рождества то и празднуют нынче везде что его приближение сдвигая все столы непотребность в звезде пусть еще но уж воля благая в человеках видна издали и костры пастухи разожгли валит снег не дымят но трубят трубы кровель все лица как пятна ирод пьет бабы прячут ребят кто грядет никому непонятно мы не знаем примет и сердца могут вдруг не признать пришлица но когда над дверном сквозняки из тумана ночного густого возникает фигура в платке и младенца и духа святого ощущаешь в себе без стыда смотришь в небо и видишь звезда поскольку мы с вами говорим о христианстве то один из ну понимаете иногда нам кажется что вот вот здесь я а вот тут моя душа и у этой души какие-то свои мистические отношения с богом это конечно очень мило и неплохо но все-таки все-таки христианство предполагает общину вот одна из главных вещей которые сделал господь на земле он построил церковь он создал общину причем заметьте он построил церковь не как организацию ну там есть сустав начальники и всякие правила по которым все собираются он строил церковь как сообщество людей они вместе ели и пили они путешествовали они преодолевали какие-то большие расстояния они разделяли жизнь во всех ее самых простых проявлениях и во всех самых сложных и и они все время были вместе то есть речь идет вот об этом чувстве братства с другим человеком которая является неотъемлемым элементом христианство она не может быть историей про меня такого тонкого и нежного и про мои отношения с богом она всегда история про братьев моих вот мы вместе и поэтому мы перед богом что-то и и как это ни странно вообще иосиф александрович бродский был человеком невероятно одиноким и и ценящим вот это свое одиночество но у него были конечно и друзья и подруги и студенты там еще кто-то но при этом он всегда оставался сам собой где бы и с кем бы он не находился но при этом у него было какое-то потрясающее вот это чувство человеческой солидарности и даже я вам скажу что вот это слово солидарность она ведь для нас было первое мая день международной солидарности трудящихся да и нас в этот день но как-то добровольно принудительно гоняли на демонстрации поэтому для нас слово солидарность но для людей моего поколения во всяком случае окрашена в некоторые первомайские такие краски да а бродский его по-другому употребляет вот по западному потому что для них для этих людей американских французских и так дальше вот эта самая солидарность это другое это чувство братства и общности с другими людьми это вот то самое когда я никогда не скажу что я лучше других вот это и есть солидарность и ему это было свойственно в невероятной мере мне например очень нравится рассказ когда вот он всегда беседовал ну там журналистами про свое житье в деревне норинская он говорил что там был один очень приятный момент это утром идти на работу когда ты значит выходишь в своих сапогах или там не знаю в чем и идешь по дороге к колхозной конторе где тебя отправят покрывать крышу там на каком-нибудь амбаре или не знаю что еще делать и когда ты идешь вот так вот с утречка ты понимаешь что миллионы людей на всем белом свете и в твоей стране уж точно сейчас точно также идут на работу и тебя это наполняет некоторой ну радостью каким-то хорошим чувством и вот это что-то такое что очень понятно очень понятно потому что любить ближнего это же не обязательно все время прыгать у него перед глазами и причинять ему добро до любить ближнего это еще означает уважать его и видеть в нем человека достойного человека перед богом и вот в этом стихотворении я очень люблю именно эту интонацию нежности по отношению к вот тому самому совдепу в который уже там не плюнул только ленивый потому что вот там совок этот совок и и как бы страна там империя зла да мы уезжали с выжженной земли вот четко люди про это не сказали про то какая ужасная бездуховная мертвая советская реальность все прям вот потоптались по этой реальности и вдруг мы видим совершенно другие слова он нам рассказывает про то как народ перед новым годом запасается продуктами вот кто жил в семьдесят первом году тот помнит что это было целое сложное дело потому что надо было постоять в очереди в одной за мандаринами в другой за чем-нибудь еще в третьей за третьем при этом все очереди разные но надо еще выбить чек а потом пока ты стоишь в кассе уже что-то кончилось и через весь магазин кассирша кричит или наоборот продавщица маша халву не выбивай и ты стоишь и понимаешь что пролет то есть это было это было прекрасно может это было какая-то трудная работа по добыванию сейчас неинтересно пришел в магазин набрал всего разного за всех полок и приготовил все что хотел а тогда мы же чувствовали себя как такие львицы на охоте да то есть пошла добыла отстояла принесла своим левятам что-то и вот эта история она ведь может быть увидена как ну как бы вот какая ужасная жизнь ужасная страна в которой у народа даже еды нет ну правда ничего хорошего но точно так же я и сейчас могу сказать а что это за страна в которой снег не убирают почему мы платим автомобиль на этот свой налог а машинку поставить негде но если у тебя вездеход конечно внедорожник хаммер тогда без проблем а если какая-то маленькая это невозможно но это же не разговор потому что мы же любим или не этот город эту страну прекрасную не за то что они там нам чистят или не чистит снег и у нас есть или нету очереди в продовольственном магазине здесь про про другое истории то есть история про про любовь к про любовь к своему народу и к своей стране она про другое про то что даже тогда когда эти люди уже похожи не на людей а вот действительно сетки сумки авоськи кульки шапки галстуки сбитые на бок это же вот тоже потрясающе потому что в этих очередях если вы помните спрашивали вы за кем я за белой шапочкой говорили или я за портфелем коричневым то есть мы все становились каким-то предметом своего убранства по которым у нас и и обозначали наши соотечественники так вот казалось бы можно ну так произнести такую речь о том как бездуховно жизнь в этой стране и у них даже нет лиц лиц не видно действительно хаос лиц и не видно тропы в вифлеем из-за снежной крупы и вдруг начинается вот этот потрясающий поворот он знает что эти люди не будут праздновать рождество что они сейчас 24 декабря не помнят о том что это сочельник и покупают еду для новогоднего праздника на котором будут слушать поздравления леонида ильича брежнева советскому народу бой курантов и все как положено там по списку и вот дальше из этого то есть эти люди не помнят про рождество они знают точно что пусто в пещере потому что им сказали что бога нет не бывает пустота но при мысли о ней видишь вдруг как бы свет ниоткуда знал бы ирод что чем он сильней тем верней неизбежнее чудо вот мне это очень нравится это это место и один мой знакомый батюшка обратил мое внимание как раз на эти слова он сказал о том что вот это это определение постоянство такого родства то есть родства ирода и чудес основной механизм рождества почему потому что если бы люди не были грешниками бог не пришел бы на землю мы бы так жили в своем раю прекрасным и наверное нам было бы хорошо если бы не было ирода то тогда и не нужны были бы чудеса божьи то есть бог приходит какими-то неведомыми прекрасными путями туда и тогда где где темно и где пусто потому что туда где все и так хорошо и все молятся и поют гимны ну как бы там и так как говорит отец блудному сыну сын мой ты всегда со мной и все мое твое а вот этот был мертв и нашелся до пропадут мертвы ужил пропадала нашелся то есть речь идет о том что вот эта точка полного отчаяния которое мы можем понимать либо как отчаяние всенародное ну казалось бы 71 год самая дремучая такая брежневская эпоха да казалось бы шансов ни на что нету но видишь вдруг как бы свет ниоткуда и ровно такой же механизм между прочим был у бродского и внутренней собственной жизни вот в тот момент когда он достигал какого-то абсолютного дна метафизического и и бытового он вдруг понимал что что он не один как вот он говорит в одном из своих стихов и взгляд поднявший небесам к небесам ты вдруг почувствуешь что сам чистосердечный дар то есть в тот момент когда все пусто но по-честному пусто и вот возвращаясь уже к нашему к нашей теме да и закругляю то что я хотела вам сказать а потом мы можем перейти уже к какому-то обсуждению вот анонимное христианство чем оно интересно с моей точки зрения тем что ну то есть сразу хочу сказать что я сама человек церковный и такой безнадежный церковный то есть если меня даже там будут гнать и не пускать в церкви я все равно пролезу туда как-нибудь с какой-нибудь стороны я понимаю что быть верующим человеком это означает принимать участие в таинствах молиться и читать священное писание я все это очень хорошо понимаю и но в меру своих каких-то сил там стараюсь это делать но при этом я не могу представить себе что церковь это только те люди которые очень строго и очень правильно выполняют определенное предписание я надеюсь на то что есть какой-то круг людей которые знают христа которые знакомы с ним через писание которые поддерживают с ним какие-то отношения но при этом они по каким-то причинам не присоединяются к общинам почему бродский не присоединился к христианской общине я могу сказать долго-долго читая всякие его эти интервью я дочитала наконец до того что видимо кто-то когда-то ему сказал но откуда-то у него взялось такое представление что если ты будешь очень строго и правильно выполнять все предписания молиться поститься и слушать соответствующее радио то ты попадешь в рай а если не будешь то ты попадешь в ад и когда он это услышал то он как-то расстроился и он понял что ему это не интересно и он говорит об этом прямо он говорит что вот слабая сторона христианства это то обстоятельство что христиане верят что с богом можно как-то договориться на самом деле конечно нормальные христиане так не думают но ему может быть ну как-то не очень повезло или он недостаточно внимательно послушал и что-то одна из самых загадочных для меня вещей заключается в том что он же был знаком с отцом александром шмеманом они там кофе пили и он хорошо знал сергея александровича сына отца александра и при этом вот о чем они там говорили во время кофе видимо о поэзии а не о церкви потому что мне кажется что два человека жили в одной стране в одно время могла такая там искра вспыхнуть но этого не случилось это как примерно не знаю пушкин серафиму саровским до современники которые никогда не встретились но вот это важная штука когда есть некоторая искренность и есть какая-то глубина в отношениях с богом которые человеку даже вот как это ни странно до препятствует прийти в церковь могут быть такие ситуации и но я как-то всегда про это осторожно думала и боялась про это думать потому что мне казалось что нет все таки надо быть героем до конца уже вот пришел в церковь и терпи все что там происходит но потом я прочла у владыки антония сурожского вот в этой его книжке последние беседы до где собраны его расшифровки его встреч с прихожанами уже совсем-совсем накануне его ухода он там говорит в такую удивительную штуку он говорит что у каждого человека у каждой души свой образ отношений с богом и кому-то нужно причащаться каждую неделю а кому-то один раз в жизни и мы помним что мария египетская она причалась два раза в жизни вообще-то один раз когда в самом начале да и потом старец засима ей принес причастие она причастилась и это был последний уже этап ее жизнь так вот если уж на то пошло то можем ли мы кому-то отказывать там в принадлежности к христианству можем ли мы судить об этом как ну с такой же простотой как не знаю там гемоглобин вот взял анализ крови проанализировал и сказал а у этого высокий у этого низкий но содержание веры содержание доверия там в крови человека вот как мы его можем определить боюсь что никак и в связи с этим вот у меня возникает какое-то устойчивое чувство что по части такого благоговейного и глубокого отношения к богу поэзия бродского она может быть более богата чем какие-нибудь другие стихи и других авторов декларирующих себя как православных или там христианских поэтов и вот наконец скажу только две вещи есть две темы в его поэзии которые просто вот проходят такой золотой нитью но это первая тема вот о которой мы уже говорили это благодарность и пока мой рот не забили глиной из него раздаваться будет лишь благодарность говорит он в одном из стихотворений а вторая тема это прощение и вот я бы хотела может быть закончить стихотворение на столетие анны ахматовой страницу и огонь зерно и жернова секиры остриё и усеченный волос бог сохраняет все особенно слова прощения и любви как собственный свой голос в них бьется рваный пульс в них слышен костный хруст и заступ в них звучит равны и глуховаты затем что жизнь одна они из смертных уст звучат отчетливей чем из над мирной ваты великая душа поклон через моря за то что их нашла тебе и части тленный что спит в родной земле тебе благодаря обретший речи дар в глухонемой вселенной ну вот это какая-то прекрасная такая речь к ахматовой мы знаем что бродский в юности был среди тех мальчиков молодых поэтов которые составляли волшебный хор как она андреевна говорила и и она его очень любила и он тоже ее любил и бродский рассказывал потом что после смерти ахматовой у него было такое ощущение что она за ним присматривает что она с неба как-то продолжает вот как при жизни она присматривала за этими молодыми людьми так она и после смерти как-то на них так поглядывает но не не с целью контроля а именно хранит как он выразился что она хранит нас так вот он говорил что находясь рядом с ахматовой неважно что они делали пили чай или иногда водку беседовали о чем-то гуляли он всегда чувствовал что он находится в присутствии христианина и он говорил о том что одним из самых потрясающих вот уроков свидетельств ахматовских было то что она умела прощать у нее был вот этот дар прощения который она она могла передать даже в какой-то мере и вот однажды владыка антоний сурожский сказал что человек не может стать христианином если он не увидел хотя бы однажды на чьем-то лице под свет вечной жизни и вот я подозреваю что просто так повезло этому человеку что он увидел ахматову с ее какой-то верой очень подлинный опять же не слишком такой ну обрядово правильный но никто не дерзнет сказать что она не была христианкой и вот христианская поэзия тогда есть что свидетельство об отношениях со христом ну вот примерно так лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала придания тару лекции выступления фильмы аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах свободном доступе для всех заходите придания точка ру